МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дипломаты России и Словении 20-летие установления отношений отметят на Эльбрусе. Новая жизнь старого города. Микс наших чувств и эмоций, которые исходят от нас, и ваши, и ваши, мои спасибо. В историческом центре Нальчика продолжают работу мастера стрит-арта. Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии за прошедшие полгода вырос на 23%. Он составил более 104 млн долларов, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Доля экспорта в товарообороте республики составила около 10 млн долларов, импорта – почти 95,5 млн. Крупнейшими зарубежными импортерами были Германия, Италия и Китай. Они поставляли в республику промышленное оборудование и текстильную продукцию. Возросли по сравнению с прошлым годом объемы ввоза готовых продуктов из зерна и минеральных продуктов. А вот овощей, кофе, чая и пряностей импортировалось меньше. В основе экспорта республики лежит продукция химической промышленности. На 4% увеличился объем экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья. Удельный вес машиностроительной продукции в стоимостном объеме экспорта составил почти 8%. Для восьми семей совхозного жизнь в аварийных домах скоро уйдет в прошлое. Специально для них здесь построены и уже готовятся к сдаче 4 двухквартирных дома. Долгожданное переселение стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы на очереди возведения еще нескольких домов. О предвкушении новоселья и планах строителей Инна Богатырева. Благо цивилизации, свет, газ и вода для жильцов старой двухэтажки в совхозном скоро перестанут быть непозволительной роскошью. Местные власти обещали новоселье отпраздновать до конца месяца. С первого дня стройку контролировали не только представители администрации. Будущие жильцы следили за ходом работ не менее пристально. Кое-кому даже удалось вмешаться в процесс планировки. Мне вот этот дом сделали. Я хочу свой проект поменять. Я хочу вот здесь кухня сделать и подвал снизу хочу сделать, чтобы мои солени там стояли. Придомовой участок рассчитан на то, что хозяин сможет использовать его по своему усмотрению, к примеру, разбить небольшой огород или благоустроить дворик. В рамках реализации этой программы только за прошлый год около 800 человек смогли улучшить свои жилищные условия. Всего в Кабардино-Балкарии с начала действия федеральной программы в строительство для переселенцев было вложено 156 миллионов рублей. 36 из них – сумма из республиканской казны. Программа 2012 года у нас тоже реализуется. Сумма на реализацию, конечно, немножечко значительно меньше. Это около 80 миллионов рублей. Мы планируем переселить тоже в пяти муниципальных образованиях. Если, в частности, много это или мало, ну, скажем так, 10% из общего объема аварийного жилья мы по результатам 2012 года завершаем переселять. То есть, одна десятая – это не совсем плохо за четыре года реализации программы в черте Кабардино-Балкарской республики. Только в Зольском районе по этой же программе планируют построить еще 10 коттеджей различной планировки. К слову, площадку для возведения шести двухквартирных домов подрядчики уже расчистили для застройки. Инна Богатырева, Иван Евдокимов, Аслан Хантохов. Вести Кабардино-Балкария. В Нальчике продолжается стрит-акция «Город-Н». Она проходит при информационной поддержке нашей телекомпании. Мастера фасадной живописи и графики в историческом центре столицы работают четвертый день. За это время художники успели немного преобразить кинотеатр «Победа», а также изменить настроение прохожих и посетителей городка-аттракционов на углу Кабардинска и Ногмала. Чем порадовали живописцы, жители и гостей города, знает наш специальный корреспондент Марина Ярославская. У городка-аттракционов появился свой сосрука. Поле цветов теперь растет у стены старого сарая, а зеленый конь уносит деву в национальном платье к солнцу. Росписи самой старой Нальчикской улицы почти готовы. Мастера стрит-арта переходят к новым объектам. Обещанного стилизованного портрета маэстро Тимирканова пока нет, но художник Астемир Кудаев от идеи не отказался. Пока же работает над старым забором. А эту стену уже прозвали самой заманчивой стеной всего проекта. Это работа украинских гостей. Арт-группа «Вакцинация» в своей живописной истории рассказывает, как нардский эпос в одной картине перемешался с украинскими сказками. По бокам вы видите двух птиц. Одна из них это аист, которая обитает в большей части на Украине. А другая это орел, который обитает у вас. Мы решили это соединить. Микс наших чувств и эмоций, которые исходят от нас и вашего эпоса. Афишные стенды и парадный вход самого старого кинотеатра города. Здесь будто все готово к приему первых зрителей. Красная ковровая дорожка и рукоплескание горожан. Это место стрит-арт обойти никак не мог. Свою поддержку акции «Город Н» в числе первых высказала известная в республике художница Мадина Саральп. И поддержала не только морально. Свой объект она уже выбрала. Эскиз и роспись от дизайнерского дома. Подарок городу и помощь организаторам. Для меня было удивительно то, что эти ребята, которые не выросли на этой улице, не видели ее оживленной, яркой, красивой, той, какой она была. И они почувствовали просто ауру этого города. Через окно вот этой улицы. С утра до 2 часа рисовали. Магомед – самый юный участник акции. Его художница Лина Чайковская пригласила помочь в росписи луга возле кинотеатра Победа. Мальчик сперва просто смотрел, как на стене его дома появлялись бабочки и маки, а после нарисовал и своих. Вообще тема моей стены называется «Нальчик – город-сад». Это моя детская ассоциация от этого города. Потому что куда не войдешь в любой двор – это цветник, это фрукты. Это незаконченный проект. У нас была идея поставить сюда дерево с фруктами из металла и проволоки. Это последний из моих ноу-хау. Я делала светильники в таком духе. Хотела поставить. Авторы проекта – общественная организация «ДАХА» с промежуточными итогами акции «Город-Н». Первые отзывы на расписную Кабардинскую уже пошли. Лучшие показатели, самые правдивые показатели – это отношения самих горожан, жителей этих районов, которые проходят и начинают улыбаться вдруг. Проходят и оставляют нам отзывы, начинают помогать нам, благодарят нас. Уже несколько, с десяток, наверное, человек подходило с просьбой расписать им стенки. Уже завтра роспись появится на заборе по Малокабардинской. На стену жилого пятиэтажного дома обещают перенести сразу несколько графических работ, объединенных одним сюжетом. Марина Ярославская, Сланкарданов, Вести, Кабардино-Балкария. 20-летие установления дипломатических отношений между Россией и Словенией в эти дни отмечают в Прельбрусе. Организованное Советом молодых дипломатов МИД России первая двусторонняя Эльбрусиада должна завершиться восхождением на высочайшую вершину Европы. Вклад любителей гор и горного туризма – неотъемлемая часть празднования этой годовщины, считает второй секретарь МИД России Андрей Корбовский. Такой командный вид спорта, как альпинизм, еще больше должен укрепить отношения между Россией и Словенией. Гору счастья для восхождения выбрали не случайно. Для нас, россиян, Эльбрус – это особенная гордость, это вершина Европы, которая одна и по своей красоте. Это часть нашей культуры, так же, как часть славянской культуры – это альпинизм, это горный туризм. Словенцы – это нации альпинистов. Представители элиты горного сообщества Словении, кстати, они в Кабардино-Балкарии впервые, вместе с Андреем Корбовским, сейчас проходят акклиматизацию. В этом им помогают сотрудники Эльбрусской спасательной службы и МЧС. Накануне состоялся их первый выход маршрут, выбрали не самый сложный Терсков – водопад Девичьей Косы. Завтра они планируют подняться к самому высокогорному озеру России – Чипиразау. Главная же цель – восхождение на Эльбрус. На его вершине международная экспедиция намерена установить флаг Министерства иностранных дел России. В Нижнем Куркужине пропаганда здорового образа жизни проходит параллельно с приобщением молодежи к истории народа. Традицию проведения праздников с национальным колоритом здесь возобновили в прошлом году. Теперь в одно из самых длинных по протяженности село приезжают силачи и наездники со всей республики. Из Нижнего Куркужина – Осман Казаков. Местом дислокации для канозаводчиков и их жеребцов стала живописная поляна в начале села с видом на вершину Европы – Двуглавый Эльбрус. Самые почетные места, как и полагается, отвели старешным села. Просто скачками решили не ограничиваться. До начала забегов местные джекиты выясняли отношения в силовых видах спорта – армрестлинге и поднятии гири. Музыкальное сопровождение народным игрочам обеспечили звезды республиканской эстрады. А для ценителей изобразительного искусства организовали выставку «Черкесы в рисунках европейских художников XVII-XIX веков». Чтобы каждый ребенок, каждый человек, каждый адыг знал свое культурное наследие, хорошо знал. По этим костюмам, по этим осангам адыгской рыцарей. Масштабные народные гуляния в Нижнем Куркужине после 20-летнего перерыва возобновили в прошлом году. Чтобы сохранить исконные адыгские обычаи, мало просто рассказывать о них молодежи, считают организаторы. Такие праздники – это одновременно и пропаганда здорового образа жизни, и приобщение к истории народа. Мы, например, показываем. Я думаю, что наши потомки тоже будут проводить такие соревнования. Адыгские скачки. Нарки проводили часто хатахасы. Хатахасы приводятся в спортивные соревнования. Регистрацию на участие в скачках прошли более 50 лошадей. Кабардинские и арабские скакуны состязались на выносливость на длинных дистанциях. А английские демонстрировали скоростные качества на коротких расстояниях. За победу, как на любых скачках, полагался денежный приз. А вот обычные в таких случаях кубки заменили на почетные грамоты местной администрации. Осман Казаков, Анзорка Широков, Вести, Кабардино-Балкария. Пятеро пострадавших. Двое из них дети. Крупное ДТП на 447-м километре трассы М29 «Кавказ». Столкновение трех легковых авто произошло примерно в половине первого дня. Правила дорожного движения нарушил водитель «шестерки». Находясь на крайней правой полосе, он решил развернуться и столкнулся с «Жигулями» 14-й модели, которая двигалась по соседней полосе. В результате ВАЗ-2114 отбросила на встречную полосу, где она задела еще одну машину. Пострадавших сразу же отправили в РКБ. После осмотра дети признаны транспортабельными, отправлены по профилю в детскую многопрофильную больницу, где также осмотрены специалистами. В республиканской отделении госпитализировано трое больных. У них сочетаны травмы различной степени тяжести. По оценкам медиков, в жизни пациентов ничто не угрожает. Выяснение степени виновности участников ДТП продолжается. И таковые новости к этому часу о главных событиях дня. Я и мой коллега Алим Хостов расскажем в 19.40. До встречи. Добрый вечер. По данным информагентства «Метеоновости», по республике снова те же 30 градусов, местами и 34. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. В Зольском районе 29 градусов тепла и по-прежнему солнечно. Из-за вероятных дождей и облаков у подножия Эльбруса прохладнее. Около 17 тепла. В Тернаузе чуть теплее, до 21 выше нуля. Синоптики ожидают осадки. Небольшие дожди возможны в Баксане, Чигиме, Нарскале. Термометры на отметке 32 градуса. Максимальные температурные показатели в Прохладненском и Майском районах. Здесь на 8 градусов выше региональной нормы, плюс 34. Чуть прохладнее в Северском и Лискенском и небольшие колебания атмосферного давления. В Кашхата в дневные часы воздух прогреется до 30 градусов. Повышение температуры ожидается и в Нальчике. По обещаниям синоптиков, жара достигнет плюс 32. О погоде все. Всего доброго. До встречи.